Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости студии Насгуль Талипова. Коротко о главном. Саран-Астана, велопробег, благотворительные мероприятия, народные гуляния. Карагандинцы широко отметили День столицы. В Карагандинской области продолжают пропадать люди. До сих пор неизвестна судьба 6-летней Дарьи Пахатаева и 34-летнего Тимиртауского предпринимателя Владимира Дашкевича. Карагандинские фермеры получили возможность реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и отправлять ее на экспорт. В Карагандинской области построена новая откормочная площадка на 3000 голов крупного рогатого скота. В Абайском районе в рамках реализации проекта развития экспортного потенциала мяса КРС открылась откормочная площадка на 3000 голов крупного рогатого скота. На открытии говорили о том, что площадка дает возможность фермерам области реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и отправлять ее на экспорт. Ранее карагандинские животноводы вынуждены были везти скот в село Сабынды Акмолинской области. Все очень дотошно, скрупулезно подошли и все планы должны быть осуществлены. В дальнейшем мясо после того, как скот будет откормлен к тем стандартам, стандартам таможенного союза, стандартам ВТО, после этого он может откормить площадок, чтобы она соответствовала всем требованиям других стран, и после этого только будет скот отправляться на экспорт. В рамках проекта также построены административно-бытовой корпус, загоны для крупного рогатого скота, ветеринарный пункт, трансформаторная подстанция. В общем, все, что необходимо для полноценной работы. Предусмотрена также многоуровневая система проверки скота. Здесь создали даже специальный карантинный загон, в котором будет находиться вновь поступивший скот. Если у нас раньше был свободный выпас, тут получается все для них сделано таким образом, что они пьют теплую воду, и зеленые корма, и зерна фураж, все в одном для них. У нас ограничений по породам нету, у нас и беспородистые мы принимаем, и породистые принимаем. Для нас первоочередно это правильность документов, соответствие документов. В целом стоимость проекта составила 401 миллион тенге с производственной мощностью до 800 тонн мяса в год. Создано 60 новых рабочих мест. На новом предприятии трудятся жители близлежащего поселка Акбастау. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинцы делятся добротой не только на слове, но и на деле. Благотворительный ужин в честь праздника ОРОЗА организовали волонтеры клуба Добряков. Почетным гостем праздника стал Аким Карагандинской области Нурмахамбет Абдибеков. Клуб Добряков посетила Екатерина Афанасьева. Восемь месяцев назад в Караганде стал функционировать клуб Добряков. В Казахстане он не единственный. В Астане, Алмате, Шемкенте тоже нашлись люди, неравнодушные к проблемам других. Деятельность волонтеров заключается в помощи нуждающимся. Своими силами меценаты помогают малоимущим семьям, одиноким пожилым и инвалидам, обеспечивая их продуктами питания, одеждой, лекарствами и другими нужными вещами. На счету клуба Добряков уже шесть благотворительных акций. Дальше будет еще больше, уверяет руководитель клуба Зара Шалабаева. Благотворительный ужин прошел в одном из лучших ресторанов города. Все средства на него волонтеры собрали сами. 2 июля мы провели благотворительную акцию, где участвовали у нас пейзажисты, мастера индустрии красоты. Также у нас была предоставлена выпечка, мы продавали выпечку, ее предоставили кондитеры нашего города. За счет этих средств мы сегодня провели это мероприятие. Также нам оказали содействие наши постоянные спонсоры. На праздничный ужин был приглашен имам, который дал напутствие горожанам. Почетным гостем стал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Он поздравил всех с праздником и пожелал благополучия и мира. Открывается этот достаток знак признательности всевышнего удовольствия, возможность нам протянув руку помощи нашим ближним, оказать его помощь тем, кто нуждается. Это является проявлением высокой человеческой морали и высокой человечества. После поздравления началась развлекательная программа. Казахские народные танцы порадовали присутствующих, а теплотой согрел не только горячий чай, но и душевные песни приглашенных артистов. Для детей организаторы приготовили отдельный сюрприз – веселую игровую программу с аниматорами. Марина Бриусова воспитывает 10-летнего ребенка. На встречу женщина была приглашена впервые. Добряки только нашли ее семью, но уже успели проявить заботу и внимание. Очень хороший коллектив, приятное общение, очень хорошо встречают наших детей, наших взрослых. Спасибо им за все. Все неравнодушные карагандинцы могут присоединиться к клубу Добряков. Пока он состоит из 21 волонтера, но они верят, что желающих протянуть руку помощи гораздо больше. Екатерина Афанасьева, Жаксулык, Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асселбек Дюсибай совершил объезд по областному центру. Объектом посещения стал путепровод Федоровский 1969 года постройки. С момента постройки капитальный ремонт на нем не проводился. На сегодняшний день наблюдается посадка насыпи на подходах к путепроводу, разрушение шкафных стенок и переходных плит. В связи с этим было принято решение начать капитальный ремонт путепровода. На сегодня проведены работы по фрезерованию дорожного полотна и ремонт объездной дороги по улице Бытовая. Совместно с органами дорожной полиции отрабатывается вопрос перекрытия и организации дорожного движения. Также по сектору Федоровка власти планируют отремонтировать автомобильные дороги по улице Молокова от проспекта Бухаржра до пожарной части по первому маршруту и улица Зональная от проспекта Бухаржра до улицы Асфальтная. По итогам объезда первым заместителям Акима области был дан ряд конкретных поручений. Торжественный концерт, посвященный Дню Астаны, прошел в Пришахтинске. Жители этого района остались довольны праздником. На концерте побывал Аким Караганды, Нурлана Обакиров. В стенах Дома культуры Молодежной в Пришахтинске прошла праздничная программа, приуроченная ко дню столицы Республики Казахстан. Концерт под названием «Отанамненжоригы Астана» удивил всех присутствующих. Добрые, всеми любимые песни звучали 6 июля со сцены Дома культуры. Артисты основательно готовились к такому большому событию. Ведь День столицы – праздник, объединяющий всех казахстанцев. Аким Караганды Нурлан Аубакиров не упустил возможности пожелать гостям благополучия и процветания. Уважаемые земляки, искренне поздравляю всех с Днем нашей столицы. И от всей души желаю вам мира, добра, благополучия и новых свершений во благо нашей Родины, Республики Казахстан. В этот день особое внимание уделили именинникам, которые родились 6 июля. Организаторы концерта заранее их пригласили и подарили каждому приятные сюрпризы – планшеты и цветы. В списке приглашенных – Арай Калиева. В этом году девушка окончила школу с отличием. 6 июля, в День столицы, ей исполнилось 18 лет. Я родилась в такую дату – День Истаны, День Женя Президента. Накладно мне какую-то определенную ответственность и поняла это буквально только в этом году. Хочу продать себе ожидания и идти только вперед. И мне очень приятно такое внимание, что меня пригласили в конце, поздравили. Очень счастлива, благодарна за то, что обратили внимание. Среди государственных праздников День Столицы занимает почетное место. Ведь Астана – это флагман зеленого будущего нашей страны. Екатерина Афанасьева, Жакслык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Нас сейчас не переключать, спереди реклама. И мы вновь вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. За несколько дней в нашем регионе пропали один ребенок и один взрослый. Шестилетняя Дарья Пахатаева исчезла в районе 33-й шахты. Судьба тимиртауского предпринимателя Владимира Дашкевича также неизвестна. Роды утверждают, что его могли похитить бывшие партнеры по бизнесу. Шестилетняя Дарья Пахатаева пропала 4 июля. Она вышла из дома в первой половине дня. В последний раз ее видели на пришкольной детской площадке. Приметы девочки – рост 110-115 сантиметров, глаза серые, волосы светлые, стрижка короткая. На лице имеются веснушки, на правом плече имеется шрам от укуса собаки. Была одета в синие джинсы, сандалии вишневого цвета. Поисками детей занимаются полицейские и волонтеры. По факту бизнеса исчезновения жителей Октябрьского района, материал зарегистрирован, единоморитетное заслуживное расследование. На сегодняшний день создана оперативная поисковая группа, в которую входят сотрудники ДВД Карагандинской области, УВД города, Карагандо-Октябрьское отдел полиции, Национальная гвардия. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия. Пропавшему тимиртаускому бизнесмену Владимиру Дашкевичу 34 года. Он женат, воспитывает годовалую дочь. По словам близких, бизнесмен пропал по дороге на работу в полдень 4 июля. Родные Владимира подозревают, что к его исчезновению могут быть причастны бывшие партнеры по бизнесу. Серьезные конфликты, не только по телефону, угрожали и нас. Приезжали домой. Приезжали домой, угрожали по телефону, приезжали в цех сюда, угрожали там. Нотариус наш присутствовал в процессе этого разговора. Жуткая авария унесла жизнь одного человека, еще четверо госпитализированы с различными травмами. Два автомобиля не поделили проезжую часть проспекта Бахаржау и улицы Космонавтов в районе рынка Алтынарба. Спровоцировал ДТП водитель Ауди. Автомобиль двигался со стороны улицы Зональной в направлении улицы Молокова. На перекрестке машина врезалась в Мерседес, за рулем которого находился 30-летний карагандинец. В результате ДТП пассажир Ауди скончался на месте. Водители и двое пассажиров этого автомобиля доставлены в медицинское учреждение. Погибшие и пострадавшие являются гражданами Узбекистана. Водителю и пассажирам Мерседеса также оказана медицинская помощь без госпитализации. По данному факту материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначено соответствующей экспертизой. Проводится расследование. В честь Дня рождения столицы в Центральном парке города Караганды для горожан устроили настоящий праздник. Были организованы бесплатные уроки рукоделия, хедмейт по низким ценам. Все желающие также могли принять участие в казахских национальных играх. Атмосферу праздника создавала музыка. Весь день для гостей выступали карагандинские танцевальные коллективы. Проект Юрта Лайф в Караганде проводится не первый год. В прошлом году молодежный ресурсный центр при поддержке городского Акимата уже проводил подобное мероприятие. Организаторы поставили перед собой следующие цели. Создание молодежно-досуговой площадки, формирование единства, согласия и толерантности, а также пропаганда межэтнического согласия и историко-культурного наследия казахского народа. Всех карагандистов поздравляю, с днем Астаны, желаю крепкого здоровья, мирного неба. Все хорошо, отлично. Тур-тур, живой день. Отличный праздник. Можно разовнуться, да. Ну, счастья, здоровья. Попокажите, пока время есть. Ну, вот, Вась играет. Молодцы ребята, вспомнили старые времена. Сегодня, в этот прекрасный день, я хотела бы поздравить всех горожан и гостей города с прекрасным праздником в днем столицы Республики Казахстан. Сегодня очень такой солнечный день, очень много в парке народу, очень много горожан, все веселые. Для горожан все развлечения были абсолютно бесплатными. Присутствующие могли принять участие в фотосушке под названием «История моей столицы», получить мастер-класс по рукоделию, а также приобрести на ярмарке товары хендмейт. Самые активные горожане участвовали в национальных играх. Для любителей сфотографироваться была изготовлена Тантаморезка с тематическим изображением. А тем, кто родился в период с 5 по 7 июля, выпадает уникальная возможность бесплатно прокатиться верхом на лошади по аллеям парка. Проект работает 5, 6, 7 числа, поэтому есть возможность жителей города, гостей города, приглашаем посетить этот замечательный проект. Также проводятся национальные игры, как видели. Асыгату, перетягивание каната Архантарту и Тугус Хмалах. Асель Целымбаев, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Молодежь шахтерской столицы за чистоту стартовала акция Туган-Калам Менам Аулам, приуроченная к 25-летию независимости Казахстана. Бойцы трудового отряда Жасыл-Ель трудятся во дворах города, не покладая рук. Очищают территорию, косят траву, вывозят мусор, приводят в порядок детские площадки. Проект Туган-Калам Менам Аулам стартовал 1 июля 2016 года. Основная суть проекта заключается в благоустройстве дворов и районов города. На протяжении двух месяцев летнего трудового сезона по 25 бойцов молодежных трудовых отрядов Жасыл-Ель будут закреплены за дворовыми участками Юго-Востока, города, Михайловки, Сортировки, Майкудука и Пришахтинска. Цель данного проекта заключается в том, что создание чувства патриотизма за свою родину, за свой город, за свой двор в том числе. И, конечно же, мы призываем жителей дворов, чтобы они тоже подключились, проявили инициативу. Я думаю, замечательная, уникальная возможность показать также свою гражданскую активную позицию для жителей. Организатором данного проекта является Молодежный ресурсный центр города Караганды, при поддержке Акиматы города Караганды, районной Акиматы и КСК. Такая активность молодежи не оставляет равнодушными никого. Особенно ими восхищаются жители дворов. По их словам, ребята трудятся на славу. А Ружан Жагибаева работает в организации Жасыл-Ель впервые. Студентка Карагандинского колледжа экономики и статистики рада тому, что вносит свой хоть и небольшой вклад в процветание родного города. Мы красим дворы. До этого двор был смуглым, красивым. После покраски он стал более ярким и притягивает глаза. Работаем мы с 8 до 4, с перерывом час на обед. В основном нетрудно. Нас вначале показали, как нужно работать. Нетрудно. Все, в принципе, очень хорошо. Также в рамках проекта будет проведена совместная работа с детскими дворовыми клубами по изготовлению кормушек, скворечников, украшению дворов и полисадников материалами из подручных средств. Реализация проекта «Тухан Калам Минэн Аулам» будет завершена конкурсом детского рисунка на асфальте. Мир, в котором я живу. Асель Сазамбаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. На площади государственных символов Караганды собралось небывалое количество велосипедистов. Около двух тысяч спортсменов встретились, чтобы принять участие в праздничной акции ко дню рождения столицы. Участие в велопробеге Саганастанак мог принять любой горожанин. Среди группы велосипедистов мы встретили известного в прошлом велогонщика Анатолия Степаненко. В 1972 году спортсмен участвовал в Олимпийских играх. Он был первым карагандинцем, кто принял участие в этих международных соревнованиях. Анатолий Степаненко – призер чемпионата мира по велогонкам, чемпион СССР. Свою спортивную карьеру завершил в ранге капитана сборной Советского Союза. Сейчас ему 66. Он является директором Карагандинской областной школы велосипедного спорта. Я хочу сегодня сердечно поздравить всех жителей нашего Казахстана, Карагандинской области. Таким большим праздником – День Астаны. Астана – это является наш бренд нашей страны, нашего Казахстана. Казахстан – это страна, которая быстро развивающаяся. Страна, которая в период становления отказалась от ядерного оружия. Поэтому наш президент – это человек, который прекрасно знает весь мир. Поэтому я горжусь. Мы имеем прекрасную команду «Астана» велосипедную, которая представляет интерес. Поэтому я еще раз хочу с праздником, здоровья всем казахстанцам. Мероприятие было открытой композицией велосипедистов, красочным танцевальным номером и исполнением гимна «Астаны». К участникам велопробега с приветственным словом обратился Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Жители Карагандинской области, как и все граждане нашего молодого государства, гордятся своей столицей. Астане мы посвящаем все свои успехи и достижения. И сегодня, по доброй традиции, в честь Дня столицы мы собрались на площади с государственным славом, чтобы дать статкому пробегу с Аган-Астана, местом, завершение которого станет стела независимости. Уважаемые друзья, возглавляю вас в праздниках. Искренне желаю всем апрелям, здоровья, успехов, благополучия, новое сверчание по благо нашей Родины, республики Астана. Старт велопробегу с Аган-Астана дал бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Карпов. Маршрут пробега от площади государственных символов до площади независимости. Его протяженность составила 12 километров. Среди велосипедистов можно было заметить и руководство области. С легковых авто временно пересели на двухколесный транспорт. Таким образом, представители государственных органов решили поздравить нашу столицу с днем рождения. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сау Болнистер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова